Я вот смотрю тебя, как был дном, так и остался. Нет, ты стал более квалифицированным дном. Теперь ты знаешь, что ты дно, а раньше и сомневался. Играю на венике с обычным кэпом с перезарядкой и корректировщиком. Мне норм, играй. Я сказал свое мнение. Имя и фамилия Здарова. Мир твоему ежцу. Владимир Баканов, привет. С праздниками, удачи и так далее. Спасибо. Венецию втихуй не нерфили. Венецию нерфили громко. Ей скорость хода, конечно. Не скорость хода, ей маневренность знатно похерачили. Из-за чего, на самом деле, у меня от этого момента немножко припекает, потому что все итальянцы, они слуопочные в плане стрельбы. Но что у них было не отнять, это прекрасная динамика и управление кораблем. То есть это были реально одни из самых приятных в плане маневров аппаратов. В итоге сейчас все приятное, а Венеция говно. Вот такие вот дела. Не захотели нерфить боевую мощь Венеции, понерфили динамику и живучесть. Хотя, как по мне, могли бы и КД тогда еще отпилить. Сенсонетти все стерпит. Ну да, ну да. И вот, короче, если бы я сейчас скорость не сбрасывал бы, мы бы вот так вот прошли бы все это. А в итоге получилось, что пришлось торпеду жрать, потому что перекрутили. А я даже если бы скорость не сбросил, реально перед этими торпедами бы прошли. Надо было просто прямо идти. Да тоните уж, заебаль ты, господи, дайте развернуться. Тоните! 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 Тоните, тоните! Да господи, сколько можно-то, блядь? Я уж полкарт проплыл. Вы что, бесконечные? Сука, буробят, блядь. Тони, блядь! Мне туда надо, блядь, тони! Да сейчас, сука, уже туда пойду тогда. Да твою мать, сколько можно-то! Да, спасибо! Ужасная хрень произошла. Александр Николаевич, здрасте! Нет, сход сбросит не вариант. Это неинтересно будет. Ну, вон, где-то уже там хипперы помирают. Он типа по мне с Салема на 18 километров хочет попасть. Довольно оптимистично. Да, оптимистично, не оптимистично. По точкам мы сливаем, и по кораблям тоже. Нужна разведка! Два непробития. Ой, блин. Хайлевельные опять болото дротства. С каких крейсеров, каких наций начать новичку? С любых. А лучше с нескольких. Чем больше кораблей разных ты проходишь, тем больше ты геймплея познаешь, тем лучше ты в конечном итоге будешь играть и понимать игру. Поэтому пароваться в какую-то одну ветку не имеет никакого смысла. Сейчас опять, блин, набьем эти ссанные 100 тысячи. Будет поражение. Ну, потому что они опять, сука, насасывают, блять. Нихуя не стреляют, реально. Не стреляют. Просто тупо катаются и стоят под островами, блять. Союзники, передаю координаты важной цели. Внимание, передаю координаты важной цели. Там тундра довольно близко. Выведены из строя. Примогенератор запущен. Ну и смотрите, мы столько домашки в этого руна вкидывали, и потом, когда пришло критическое, так сказать, время для его уничтожения, он тупо перестал пробиваться. Все в порядке. Все в порядке, все в порядке. Посмотрите, где мой курфюр скатается. Не, ну, блять, и вот с таким говном я должен на хайлевеле побеждать. Он, кстати, тоже не лучше. Ой, надо менять подход. Надо реально попать на домашку начинать. Но я не дамага-дрот, блин. Вот в чем проблема. Я хочу побеждать, когда играю в игрульку, потому что мне интересно видеть надпись «Победил, блять». Но вместо надписи «Победил» я в последнее время вижу только на сосали. А, простите, поражение там пишут. Че, блин, делать? Я хрен его знаю. Че-то дамаг отключили. Не нравится. А, вот сейчас кривость сделали. Ну, в принципе, по времени все равно. И всего? Ха-ха-ха. Я смеюсь вам в лицо. Просто-напросто. Четыре тысячи, блять. И два непробития. Тотальное наебалово дворопорядочных граждан. И смысл того, что я ББшками в него стрелял. Один хер урона-то не дали. Мои тем временем планомерно заглатывают турбинки. Ой, хорошо он там на самом деле расположился, этот Алексашкин. Сейчас две торпедки даруют ему прелесть игры. Бэх, бэх. И контрольный в голову сейчас тебе будет. Хотя Дергросс, ой, не Дергросс, Курфюрст вторгается в стан врага. Ох ты ж, блять, без тебя б не справились. Цитадель? Естественно. Ведь парень погиб, не надамажив. До этого-то он не наносил урончика. А сейчас под тем же самым углом настало время и впиздячить матершиннику. Чё нет-то? Ведь он погиб. Но это случайность, само собой. Просто нужно было взять и уклониться. Скажут эксперты, блять, а я считаю, что нихуя, блин. Ничего, сейчас шотник им станем. Нам тоже позволят дамажить. Изюмка забавный. Изюмка забавный. Давай, братан, жопу вперед протаскивай, чтоб не убил тебя сейчас. Ну ё-моё, ну чё не протащил-то жопу вперед. Нормально всё было. Ну какой же это тоже ущербизм. Ну оно сгорело. Да, с вот этой тундрой, конечно, будут сейчас проблемы. Это будет факт. На самом деле, если бы у нас Курфюрст бы играл бы человечески, то, может быть, даже победить можно было бы. Может быть, можно. Может быть, можно. Но пока нельзя. Дымогенератор запущен. Во всём этом мракобесии главное Салема бы убить. Либо, в принципе, стволы, сопортящие этому Салему. Ну, Курф, это вопрос времени, когда бы сдох, и сейчас подсвета просто не остаётся. Ай, беда, 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 беда. Надо рвать дистанцию и бежать. Вот такая вот беда. Над нами истребители, поэтому мы всё равно тут нихуя ничего не захватим. Хотя, нет, не успели бы. Нет, успели бы, но скорости уже не хватило. Уже не хватило скорости. Нужен, блядь, подсвет, а его здесь нихера не будет. Тут тупо дистанцию рвать. Ах, блядь, и понимаете, в чём, ну, конечно, пойдут эти говнопожары, говнохуй жары, и авик наш будет летать, блядь, на другие цели, которые вообще не имеют смысла сейчас. Потому что вот здесь, вот от этого, вот и побеждается всё. Нас тупо говном закидывают и щемят. Проблема в том, что уходить далеко нельзя. Ну ты понимаете, блядь, это пиздец. Ну, долети ты, блядь, подсвети его, его убей, то там нихуя ничего не осталось, блин. Ебубожкин, блядь. Там сейчас Монарха дожгут такими темпами. Что-то как-то я не своевременно решил на разворот уйти. Ну и чё? Там где-то говно на... Здоров, нующий нагибатор. Здоров. Мы тебе до тех пор, пока на дальние острова мозги не завезут. А так, с Новым годом. Семье привет. Просьм, просьм, просьм. Служба доставки чемоданов. Тебе спасибо за Донатас. Спасибо тебе за поддержку. На добром слове. Тебе тоже с наступившим. Ты вроде поздравлял, я поздравлял, мы все поздравлял. Короче, вот это говно, блядь, фуловое. Если бы вторглась бы вперед, мы бы сейчас опять победили. Но оно же стоит, блядь, дрочит нахрен. Просто стоит и наяривает, блядь, за островком. Когда там две шот... Два шотных, блядь, корабля. Демоны и этот самый, и Москва. Дойди, блядь, фугасом стрельни. Оно эта хуйня не может, блядь. Не может. Мы уже из Венеции выжили все, что могли. Нихуя никого убить не можем, чтобы эту дальность сбить. Самолеты все цепелину, блядь, выкосили. А эта хуйня фуловая, как стояла за островами, теребила свой молекулярный писюн, так и стоит, теребит его дальше, блин. Заебали реально просто эти днины. Вот заебали. И сливать сейчас по очкам просто охуенно. Еще мы там лоханулись сами, блядь, полсекунды не дожили, блядь, чтобы точку забрать. Пиздец говно, из-за тебя, блядь. И стоит, нахуй, понимаете, стоит, блядь, дальше в остров глядит, блин. Ну, естественно, там дальше цитадель влетает. Не, просто, вот, тупо забей. Какая же конченная мразь, блядь, вот стоит, нахуй, играет, качает себе конкьерера. И вот у меня таких реально, блядь, бомбит. Ну, если ты тупое ебло, ну, сядь ты, блядь, на второй, третий уровень, и там тереби, блядь, там весело, можно острова обнимать, что угодно можно делать. А это хуйня боссаная, просто не может фуловый линкор, блядь, вывести вперед, чтобы добрать, блядь, парочку шотников, блядь. Тут монарх бедный, там пыхтит со своими трехстами, хп, блядь, и то проходит вперед. А боссаная днина, блядь, стоит и лапзает конченый остров, нахуй. И это шикарно, сливать из-за таких мразей, блядь, из-за которых ты просто ничего сделать не можешь, блядь. Ахули, главный под островком, чё, нормально. И хпшку сберёг, блядь, и пару раз за бой стрельнул, блядь. Ну, не слабо ли, а? Такая говёная тварь, блядь, я просто не знаю, это пиздец. Его надо этими самыми, как их называют? Это самое. Апунку, Апуканкту, эти, Апуканктура, как там? Ну, как это, Апуня назывался? Апунктура? Ему на... Так. Короче, блядь, ему нужно иглу засадить в одно место, блядь, чтобы заблочить все его кривые ручонки, нахуй, и он не мог дойти до компа, блядь, в медицинских целях, для спасения нервов других людей, блядь. Потому что это полный конч, блядь, вот просто на... Не, конечно, были, кто стремился его обойти, просто бой-то заруинил и это, мразь. Ой, Апуканктура, да и иглоукалывание, нормально. По-нашему, по-простяцки. Угу, ежиукалывание, блядь, на жопу ежу, ни один еж его уколоть не будет, блядь. Заразиться, у него болезнь неизлечимая. Субтитры создавал DimaTorzok,